Но он переучивался, он явно переучивался Вы посмотрите, он как руку держит Все, у него рука по центру плавы Не обращал внимания на такую раскладку Не знаем Ну что у нас, эльфорг? Давить? Эльфов много А, Чемика Хум Отличная аналитика, обращайтесь, друзья Чемика же, Чемика За кого болеть? Я за Альянс Альянс, новый патч Новая арба 35% этого сокращения лечения Хотя в этом мэчапе, скорее всего, не будет сильно решать Да, там есть Ну, скорее против андейдов она решает Да и коням тоже Этот апгрейд специальный, который 15% урона Добавляет по средней броне Против орка Особо не нужен То есть его делали, насколько я понял, для того, чтобы С финдами было проще сражаться А орков там что? Орков поливерайз Может, какие-то заготовки будут? Поливерайз, шипы Не Посмотрим За инфи, говорят, за инфи Да, простите, друзья Я могу Чемика назвать инфи или тяшем Вот Там же МГ Там же, да Коням, скорее всего, добавляли это, чтобы МГ пробивать лучше Там не такой большой урон получается Ну, фактически дополнительный грейд на атаку Чуть лучше, чем грейд на атаку На 3% Но пробивать МГ это важно То есть тебе как раз нужно Пробивать вот эти вот 10 единиц Дэмэдж редакшена То есть если вы делаете одинаковые грейды Он на армор, ты на атаку То вот как раз 0.3 и 3.0 Толку немного будет Ты можешь назвать его Юмика Неплохо Ладно, поехали Чемика Юмика Крепится на зеленые точки Хорошая такая разведочка Агрессивненькая От инфи Когти выпали первой архмагу Тут выбивает Блэйд и строля Зарядный артепакт Я думаю, что он все-таки в первую очередь На Сантривард рассчитывает Потому что это Даааа Это лучше, наверное Ну, что А почему стил? Почему стил? А, имеется в виду, что там порезали длительность еще Не помню точно сколько Блин, не помню Раньше, кажется, было 600 секунд Сделали то ли 450 Кажется 450 Че, майкер такой тихий? Я громкий, нормальный майкер Все в порядке Я здесь Куда интересно, он второй вард поставит Ага Крепинг к магазинам Ну и проход справа То есть он По факту контролирует В любой момент времени Перемещение на эксп Что немаловажно И побежал сразу наверх Смотрите, как классно Тут, правда, элементали поймали Грант подходит Ой, хорошо Можно добить Ой Ну Блин Причем он подтормозил Он подтормозил Подтормозил немножечко Мог и добить Мог и артефакт забрать Но сейчас, правда, минус рабочий И, возможно, минус футмен Джорджес Джордж Спасибо тебе за поддержку Ты, конечно, самый важный матч Блин, и Мурлоки добивают футмена Да-да-да, не получил, не получил Мурлоки добили Мог быть Блейд Второго уровня сейчас С дополнительным артефактом Ой-ой-ой-ой Да, кулдаун на виндвоке, 2 секунды Поменяли патчи, ну вы помните, что теперь снизили кулдаун на виндвок Он теперь 2 секунды составляет на всех уровнях Но самое главное, что отчет кэдэ начинается после того, как ты выходишь из инвиза То есть ты не можешь выйти из виндвока и сразу в него зайти, если подождал, когда откатится Фаст виверны? Или масс рейдеры? Что это? Не, в принципе, подхарасить можно вивернами? А, руки на васте у флай Да, он все-таки со стандартной раскладкой играет, как вы видите Может он чатился тогда? Очень битый блейд Добивает архмак Может еще артефакт? Да, варды подрезает И поскакал, поскакал У архмага еще ботинки Блин, как же классно Нет, у Чаймика все вообще прекрасно Правда, сейчас можно подрезать... Нет, это конь ускакивает с сапогами очень быстро от Грантов Правда, зря подставляется под Грунцера Ну, два удара, ну... Блэй-то все равно уйдет Да, виверны по-фасту Да-да-да Одна-две виверны уже хорошо То есть их вроде как контрить Ну, не поставишь петухарню Не будешь делать хавков для того, чтобы законтрить Ну, уже летающий юнит со своими плюсами Может прилететь похарасить... Что? 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 Хватит, не хватит урона! Не хватит! Убегает! Там Блэй, там Блэй, там Блэй! Ну, справа Блэй! Ну! Йес! Не, ну... Такой просто... Такой Чимико странный То есть он не увидел сразу... Он не увидел Сэху сразу же, понимаете? Сэха был в Вижене А Архмак так безмятежно бежал вперед Так он даже видел его, понимаете? Он даже и видел его, какая... Тут подстройка, кстати, эта гвардовская вышка Обычно, ну, так вот просто... Обычно магическое дело Тут явно против Виверны Конечно, конечно Ну, гвардовская вышка, но... Так-то варенецом Пытается найти какое-нибудь уязвимое место Уже что-то подрезает Виверны Третья Виверна? Ничего в себе Это уже довольно серьезные инвестиции Так, минус 0 одного рабочего Крипджек Хекс на сорочку И Виверны... Класс У Виверн, конечно, дикий ДПС Но... Не большое количество здоровья Ну и дорогие, конечно Они очень дорогие И лимит А4 жут Ой, сеточка нью Нельзя эту Виверну отдавать А как-то ее нет Ну хотя, сейчас еще одна сетка может быть Ай Уже замахивался на хилвей Ай Он оставался здесь исключительно из-за Виверны И исключительно из-за этой чертовой сетки Жалко саху Ну хотя там А, выкупил даже второго саху Не стал ждать Но все равно ситуация у Флай хорошая Лимит отличный Блэйд живой По уровню он не сильно проигрывает Увидев три, ой, четыре Виверны Решил все-таки, видимо, делать хавков Потому что так экстренно строит Блэксмисс Или все-таки Рифлэй Посмотрим сейчас Вроде Блэксмисс нужен и для того, и для другого Там бамбер под Иннерфайром, под Блэдластом Такие удары резкие Ох А, нет, он Блэксмисс делает вообще для вертолетиков Все, извините Почему топишь за орка Я не контролирую Извините, не контролирую за кого топить Ну почему, я переживал, когда Архмаг отдался Переживал, когда СХ отдался Ну вот начинаются опять вот эти вот темы от синевиков Болеешь непрофессионально Ты должен комментировать Беспристрастно, не переживай, не болей ни за кого Скука Блэдмайстер подходит Может быть подрежет большого голема Второй виндвог у него есть Но какая разница, две секунды беспредела будет Ой, вертолетик подлетает, как не вовремя А, тут Крипджек просто, нормально Подрезается сорочка Сейчас нужно сразу не бежать, видимо Да, голема собирать Что там, что там, что там, что там Вемпиризм Виверны рады Ай-яй-яй-яй, виверны битые Лечение на виверн Минус первый вертолет Ооо Рейдер на последних На последних хитах улетает Но тут уже не за что особо сражаться Хотя вот вертолетик подрезать можно Потому что лечение откатилось И вертолетик в... Реально хорошо контролит Спиритлинг Такие элементали дикие Он фокусит как раз олемов Виверны плохо живут Свиток лечения Мне кажется, здесь Флай справляется просто У него еще артефакты хорошие Еще одно лечение Да там второе лечение просто еще Да Еще есть маны на второе лечение Да, это минус Чемик прямо сейчас Ну, потому что рабочие потеряются в большом количестве Тут уже вроде как вписываться надо А вроде как ты уже никого убить не можешь Интера нет, надо отступать На отступление теряешь большое количество людей Четвертый лайвал у Блэдмастера Ну, не сдается, но Посмотрите на лимит, посмотрите на героев Еще к сетке штрафуют еще одного приста Очень хороший, конечно, контроль у Флай Прям какой-то дикий контроль Мне кажется, он потерял только одного Гранта за игру Ну так, на вскидочку Рейдера он вроде спасал Виверны, кажется, не умирали вообще А, ну и Шадо Хантера еще потерял Подрезаются последние кастеры Да Ну там СХ правда пустой Пытается сделать фокус на Аэма У Аэма камень жизни Он выпивает его Сейчас Рейдер первый умрет, скорее всего Да И, возможно, Виверна, да, Виверна падает тоже Рейдер недавно сажали Мне показалось, что он его отконтролил все-таки Так, минус Магаз Да, 50 лимита на 23 Там преимущество и по армии, и по героям И артефакты все еще лучше у Флая Он подрезает воркшоп Внутри базы, как вы видите, воркшоп уже не отстроится Да Даже забивает на то, что вышка тут мучает рейдера Дрезает ферму, дальше не решает А Пиладж, интересно, у него есть? Нет, Пиладжа нет Уверен, что он заказан сейчас Пиладж Потому что Пиладж, так же, как магазину за Альянс Заказывается в тот момент, когда он уже нужен Несмотря на низкую стоимость, это классика жанра Уверен, вот сейчас, если тыкнут на гамбургер На главное здание у орка Там Пиладж доделывается Шансов нет Светок лечения, там еще камень жизни Увидите, предметы прекрасные Просто Блэйдмастер прибегает за маной явным Либо уже готов Пиладж, либо он его не заказал Но у меня ставка на то, что он готов уже Красную точку сейчас выманиваем, крепим Кстати, да, очень рискует сейчас Чаймиков В принципе, выходить со своей базы Да, у него там есть подсветочка Но... Ооо, какая аура классная Очень хорошая, для Виверн прям особенно С другой стороны, надо рисковать Чаймик Ну, как бы, если ты не крепишься, то противник крепится И ты там такой 3-3 стоишь на базе К тебе уже пятого урона прибегают герои Ну, с другой стороны, Флай крепит самый сок просто на карте Две красные точки Причем он просто выбивает артефакт Можно, кстати, оставить у... У... Ну, Сахи оставить Потому что мана... 60 маны не лишние Да и дополнительное ХП Соточкам для Сахи тоже приятным Очень рискует Чаймик Представляете, сейчас к нему на базу прибегает просто Орда У него нет телепорта Вышка улетает в секунду Начинается геноцид рабов Да, хочет 5-5 Хочет 5-5 Выбивает артефакты Скорость скриппинга у него еще значительно выше Из-за того, что лимита больше, ДПС хороший Что там выпало? Второй вампиризм Второй вампиризм Пятый левел у Блэйда Но хочется еще пятый Ну, можно на самом деле... Да, 5-5 5-5 Можно идти убивать Выходит из лимита Флай у него уже 59 Скорее всего, доделают собору по 70 Еще нужно бутылку маны купить одну дополнительную Есть Я не заметил, она была до этого Скорее всего, была до этого Просто... Посмотрите на инвентарь Свитки, ауры, бутылки, инволы, камни жизни там Ооо... Он может 2 минуты сражаться вообще без проблем Без шансов Вообще без шансов Там артефактов кот наплакал И героя 4-3 Блин, у нее нет пилоджи все-таки Невидимый элементаль Второй тоже невидимый Фир, сложно сказать Спасибо тебе за поддержку, но... Я без алкоголя получаю удовольствие от просмотра игр Хэппича Слева пошла застроечка Минус одна виверная Вторая спасается Благодаря лечению, но очень много урона Пирсинговая Да, лечение чудом спасает еще одну виверную 43 на 60 Да нет тут шансов Вообще никаких шансов нет Если только на чудесах как-то героя дадутся Но это же Флайон Прекрасно контролит Пошел уже бить Маутен Кинга Криты по 200 Инвиз Диспл снова инвиз Ну, вроде как уже орк ничего не теряет Пошел молоток по рейдеру Лечение спасает ГГ пишем, выходим Да Без... Ну, вначале были, помните, проблемы у Блэйда Он добежал, не добил, не своровал Потом еще футмэна не добил Ну, а дача Архмага, того второго Это был, наверное, уже такой Самый важный момент Да, это как раз об этом и говорят Коллеги из Back to Warcraft Продам пиво в Питере 500 рублей за темную Кстати, вот, хорошая тема, Ферз Ты можешь, в принципе, написать кому-то из В чатике у нас где-то 18-18% людей из Санкт-Петербурга То есть каждый пятый петербуржец, понимаешь? Может быть, вы договоритесь Очень на орка похож Спасибо, пацаны, да-да-да После этого матча будет играть Император против Лина Деморф говорит, что у нас 1800 онлайн на ГГ, полторы тысячи на Ютубе Всем добрый день Турнир очень хороший Видите, Император будет выступать Ну, воскресенье еще, правда, не вечер Вечером можно было С другой стороны, это Китай Пять часов разницы У них-то как раз уже вечер Да, закажи через доставку Тоже такие схемы работают Хотя законодательно это вроде тоже запрещено В любом лояльном баре можно взять на вынос Привет, мисс Марк Привет, Денис Марков Спасибо тебе за соточку Пиши в личико Не знаю, наверное, это возраст уже, но меня начинает подбешивать жвачка у Чимико Ладно бы просто пожевывал Так он еще пузыри надевает Красала и паруса Это возраст 100%, да, это возраст Чем больше живешь, тем с меньшим готов мириться Потом, конечно, обратный процесс идет Потому что Когда Еще взрослее становишься Добавляется мудрость И Такое Умиротворение Не твоя, вот и бесишься Он, небось, еще и чавкает Так, Терри Нас, друзья, Терри Нас Интересно, будут какие-то заготовочки еще И маразм Показывают болельщиков Там очень мало зрителей И мест достаточно мало Но я уверен, что этот матч На там семи китайских стрим-платформах Показывают и смотрят это гораздо больше людей Чем у нас там с англоязычным вместе взятым И умноженным на 5 на 10 А Хэппи начнет именно после этой игры Или именно в 15.00 как в расписании Они, кажется, вообще не привязаны к расписанию У них есть только пауза между матчами На посадку и высадку у пассажиров Вот То есть, скорее всего, в течение 10 минут После этого матча мы будем уже наблюдать Выход императора на сцену Так показали Показывают, во-первых, сейчас от первого лица Как контролит там флайн Блэйдмастер заказал Здесь все-таки АМ И сразу на Экс побежали Блэйдмастер бежит выбивать артефакты по центру То есть, экспант никто харасить не будет На самом деле, тут сложно его харасить Это же, блин, Теренас И поменяли еще нейтральщиков Достаточно давно уже Крепить стало проще Причем их меняли 2 или 3 раза даже Серклеточка выпала здесь Провоцирует престов на кольцо плюс 3 Ну, уже не такой большой минус С этим кольцом Кольцо плюс 4 защиты Все равно кольцо, как ты его видишь в недотаре У тебя срабатывает все равно Фу, кольцо А кольцо уже другое Ооо, а это прям он застроился? Но, к сожалению, поздновато Потому что не удается Или динамика... Нет, хватает Это очень круто Это очень круто Такой тайминг Ни один рабочий не умер Да, он потратил там ресурсы на пауэрбилд Но лесопилка на дешевое Ух, класс Фишка, надо мотать И надо искать аналогичные места на других картах Прям класс Я под впечатлением Это... Это из точки зрения тайминга Это же он проверял, он там вставил, готовился Он знал, что... Скорее всего, знал, когда прибежит Блейд Начал чуть раньше строить мил Выбивает тролля Крипится Да-да-да Это очень хороший вопрос Что вот с таким экспом-то делать? То есть обычный экспант сопровождается какими-то жертвами То есть ты можешь его подхарасить Ты можешь кого-то там подрезать Ну вот, а здесь что-то... Просто он был поставлен максимально рано Максимально рано Первая точка, которая была закреплена, это эксп Но это... Короче, сейчас игра... Инициатива в руках Чимика полностью Он харасит, у него эксп Он минус боров делает Как же важна подготовка, подстройка индивидуальная вот такая вот Ну да, тут тролль, конечно, харасит Но надо... Да, и доделывается вышка Странно, что тролль не... Ну хотя он, наверное, попытался, но там быстро отчинили просто ДПСа не хватает Да, тут надо быть аккуратным, потому что СХ вышел и... Да все равно отлично, я согласен, абсолютно Это такой колоссальный плюс У тебя все это время работала база Орк не качался Ты отменил ему бору Рабочие не добывали долгое время лес Соплай блоку, флая 31 на 30 Единственный минус у Чимика это поздний грейд на Т2 Ну, он ожидаемо поздний, потому что у тебя экспант С пауэрбилдом, экспант, защитой, со всеми делами В идеале, конечно, повыигрывать еще время Вот как классно Архмаг далеко не ушел Как только отошел Орк, сразу возврат и отмена строящегося третьего Борова Класс Это лучшее, что он сейчас может сделать в условиях ограниченных ресурсов По... ну, по войскам Если нет второго героя, у него нет Т2 У него одни футмэн и уязвимый Архмаг Он может только харасить, ну или крепится, соответственно Лучше харасить, потому что, если крепится и Орк, и ты в такой ситуации Архмаг, конечно, четвертый, наполовину пятый Это приятно, но третий СХ, это совсем другое дело Ловят Архмага Успеем? Нет, это минус ТП Да не успеваем, не успеваем Надо телепортироваться Он не мог на персоналке уйти Проверяет еще грамотным образом экспанд Магазин, помните по таймингу магазин, который у Альянса настраивается? Да-да-да, вот он Но это не самый плохой вариант Хуже вариант, когда Архмаг прилетает, и тут рабочий такой Ну ладно, блин, ладно, пойду мага строить, короче Ну или в пятером они такие Хоп-хоп-хоп Это не самый плохой вариант А как он зашел внутрь? По низу, видимо, там есть проход Сейчас у Чимика есть данные об экспанде Не знаю, будет ли он пытаться его харасить там с персоналочкой какой-нибудь Или попытаться там с футменами добежать, отменить Второй вариант, это уже забить на харас экспандой И готовится к выходу из лимита за счет того, что у него Ну, за счет того, что у него раньше экспанд работал То есть Т2, кастеры, рифлы По-быстрому приходим, навязываем битву Застраиваем там попутно, чтобы в одну атаку уложиться И все Два кольца у Блэйдмастера, видите Две мантии Ну и там три серклеточки распределены Такое Инвул выкупил Блэйд Подходит Ну, тут можно инвулом поймать молоток Нет Туда уходит Мичка уже достраивается Но по лимиту вы видите уже Сильно впереди Чимика и денег у него много сейчас До заказ будет хороший выход из лимита СХ старается Старается По-быстрому получить третий уровень ХДДТ, не пиши, пожалуйста, в личку Я стараюсь игнорировать, но это очень сильно отвлекает С аналитикой Только мешаешь Бегает Блэйд Все-таки есть лечение у Эмки Первый кастер, первый рифлы Грэйт на атаку уже есть Сейчас, да, сейчас Может быть Крипджек, во-первых Блэйдмастер очень хорошо контролирует А, это Пест сразу Ну, понимая, Чимика, что здесь можно растеряться Да, вот подрезание юнитов От мина Криппинга Это важно Потому что Флай в любом случае будет Сейчас забыл Минус ферма Да никакой паники не было, блин Просто ему нельзя было Чимика нужно идти на Эксп и навязывать бой Он выбрал именно такую схему Вот он, собственно, пытается выйти Но Флай Очень хорошо прокрипился У него третий СХ Вот, мне, Флай, кажется, здесь вытаскивает Не смог воспользоваться этим классным преимуществом на старте Чимика Ну, подрезают уже там второго юнита Подбегают ополченцы Спиритлинг Ну, вообще, сейчас не стоит сражаться с Флайом Сейчас минус Блэйд еще может быть Я не знаю, зачем он так сделал А, там этот, там, Манг Я понял Там был инвул еще Блин, недоконтраливает лечение еще Он может не уйти просто отсюда Серьезно Да, зря сражался Ну, то есть, сначала было хорошее До того момента, когда 10 ментов не подошло И когда Блэйд не отдался Серьезно Причем, ему реально не надо было сражаться У него косарь плюс на руках Зачем? Он может в любой момент отступить Да, минус-минус А там Блэйд-то уйдет, вообще? А, у него инвул есть И мана сейчас накопится на Невинвок Ой, нет, выжгли ману, выжгли ману Выжгли ману Выжгли, прожми инвул Хоть отрегенишь ману Блин Да, он не мог из-за того, что ему выжигали У него два когалды на руках Что ты делаешь, блин? Он не дозаказывался еще, когда воевал Я не понимаю, почему, почему, почему Почему, почему такие, такие По юнитону, знаете, потихонечку там преимущество Выгадывал, выигрывал время Для того, чтобы потом не отступить вовремя И с двумя когалды на руках пытаться отковыриваться Сейчас, правда, лимит хороший у него Ну, 54-67 он закупил еще с наемников Блин, рабочих нет Тут лавка очень стратежная, хорошая Но по-прежнему у него лучший герой У него 4-3 на 4-2 Ой, Клэп какой хороший Свиток есть Перегруппировывается Молоток хороший Диспол на элементаре лечения неплохое Не, может, ковыряться еще флай Правда, у него блейд довольно битый Без маны, но с инвулом зато Выложил две мантии, пропил ману, СХ восстановил ману Два свитка у него Нет, блейд должен отбиваться даже здесь Даже после такой, блин, отдачи Потратив деньги, он отбивается, судя по всему Четвертый блейд Рейдер падает, правда, один Свиток хороший Лечит Лечит Правда М-м-м-м-м Выпил ману Ой, серьезно Свиток не туда, куда сетка, блин Сетка на рабочего Блин, что делает флай Бутылек, как же магазин решает Еще один свиток Он промахнулся, блин, сеткой Сейчас можно и А, у блейда есть все еще инвул Есть еще одно лечение Последнее Да Не-не-не, есть-есть-есть инвул Да Хренеть Ну там нет лечения Отступает Он заказал рабочих на экспанде Какой валидола Лимиты почти сравнялись Взял свиток Замазывается Лечится Регенерирует ману Там вышки делаются Вот в чем проблема Вышки это проблема Отправляет троллей Для того, чтобы Ой, блейдмастер лечится Отменять вышки не получается Да ладно, да ладно Нет, 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 нет Минус блейд На таверне никого Вышка не такая уже большая проблема Проблема в отсутствии героя Без блейда Да, и лимита меньше Это гг Ну это очень странная была, конечно, отдача Просто очень странная То сражение к северу от моста С последующим отступлением С тем, что он не дозаказывал Ни хрена Да, да, пятый сэха Толкум Да, это гг Сейчас минус сэха Просто не уходит Не понимаю Я не понимаю Толкум Это не просто И сэха Это не знаю Не знаю ТТ инфи Станда Что мы видим В сёме Это был хорош Байд์ флй Он прожил в мейн Соберн Ленни говорит, вот уже который раз удивляюсь, не играл никогда в Варик, не проходил кампании, даже в Вов не играл, при этом смотрю Голд и вообще все стримы по Фу-Фа, не знаю, что происходит, но интересно Ну блин, Ленни, ну пройди хотя бы кампании Ну хорошая же, немного времени займет С юнитами, с героями, с лором познакомишься Это Флай делал все прекрасно Ну то есть на старте у него особо выбора не было, нечего было делать с экспандом от Хараса, конечно, отбивался не лучшим образом, но скорее там Чимик молодец, что так по таймингу приходил, отступал, прятался, возвращался И хороший потом Крипджеклем в нижнем углу был Это привело к тому, что герои типа там 3-4 против 3-1 или 3-2 И лимиты подравнялись, ну плюс-минус там 10 лимита, ладно И при этом он дает сражение ненужное, то есть он уже прекрасно понимает, что Чимико лезет Лезет на экспанд, то есть он выдвинулся на север не для того, чтобы там прокрепиться Ну он мог, конечно, там покрепиться Но его задача прийти на эксп, потому что преимущество уходит, там экспанд Тарковский готов, работает, тебя герои хуже, ты должен за счет разницы по лимиту как-то прийти навязать сражение У тебя на руках косарь плюс, ну к моменту сражения Как раз самое время выходить из лимита, готовиться к этой вот важной битве Ну ладно, там, начал сражаться, подрезал пару юнитов Но там подбежали 10 ментов, и он продолжил с ними сражаться Зачем? Ну там не было телепорта, может быть, у него на момент, на самый старт сражения не было скрофспида, и он не хотел отдавать юнитов Но в результате он понадобал гораздо больше, чем если бы принял решение и отступил бы сразу Ну и, конечно же, вопрос Неужели игроку такого уровня не хватает времени, чтобы во время такого затяжного сражения подзаказаться, элементарно подзаказаться? У него там 40 с небольшим лимита на 60 И два косаря в голды на руках Два косаря голды Это прям четко сигнал, что он в течение, там, не знаю, минуты ничего не заказывал, ничего не производил Ладно, все это не важно, потому что в следующем матче будет Лин против Хейпер Ой, я начинаю волноваться 2019 человек, в 2019 году на стриме На ютубе отдельный привет людям, переходите на ГГ, друзья, у нас тут чат, у нас тут атмосфера прекрасная Переходя на ГГ, вы поддерживаете отечественного производителя, это же наш любимый сайт Тут и турниры по Старкрафту, по Варкрафту Комьюнити очень доброе, адекватное, воспитанное И филе Конечно, конечно Ну вы почитайте чатик Ютуба, вот до сравнения, зайдите, посмотрите, что в чате Ютуба, я думаю, там типичный будет За ГГ и двор, да, да Стекловат, говорит, перешел на ГГ, молодец, спасибо тебе Уговорил, спасибо, друзья Фарсир Фарсир, во-первых, карта Хуайлз Фаст, оооо, что-то мне кажется, что это какие-нибудь фаст виверны опять Типа Харас Харас Экспанда И... Ну посмотрим, в общем Студент, спасибо тебе Молодцы, молодцы Перешел на ГГ с проплея, я точно не пожалел Проплей еще работает, можно зайти посмотреть Фух, хорошо Прибегает ФС, тут первую зеленую точку Чимико уже собрал Начинается Харас, магическая вышка еще не готова ФС, причем без магазина, без закупки Ему тоже не имеет смысла размениваться по здоровью Как-то не верю я в этот Харас И не ставит Чимико, как вы видите, эксп Тыкнул Т2 Видимо, в курсе происходящего Кажется, здесь были выманены нейтралы Развели троллей на сетку Футмэну немножко досталось, но не фатально Фут выжил Крепинг продолжается Пока что начало за Чимико, как по мне То есть он, по крайней мере, крепится По Харасу Ну, ни один рабочий вроде не пострадал Да, магическая вышка, но дефолт не такая Не такая большая уже и потеря по ресурсам, да и пригодится Смотри, что я там не на все в чате реагирую, потому что отвлекаюсь от игры Опять Мурлоков будет провокация на... Да, Фарсир очень, очень... Очень сильно терпит Фарсир сейчас тропает низко, но мы должны вернуться Время, чем позже Его Т2 начинает закончить, и что мы будем Не, здесь все-таки стандартно Таурен, рейдеры и... Да-да-да, Таурен второй там Рейдеры и спиритволкеры Какой-то стандарт Вообще дикий стандарт Ммм, Митральный Алхимик Панда Панду приподняли Не, нет, не самый, не самый Крутится, может быть... Нет, он явно к нейтральному герою Льнет Серклетку купил даже Ничего себе В магазине Не, заказал, заказал МКУ Это фейк А, он сделал разведку Короче, он скорее всего хотел делать Алхимика На случай, если там массы верны Ну, это логично, потому что Алхимика стреляет по умолчанию по воздуху А Сидочка больновато бьет по воздуху Вот А сделал разведку Увидел, что там Т2 другой И заказал МКУ Хорошая подстройка Очень хорошая подстройка Они очень аккуратно играют, реально То есть, во-первых, Чаймик скорее всего подстраивался под ФС И не стал на эхо делать экспант Хотя он здесь ставится еще проще, чем на прошлой карте Ну, просто было бы значительно сложнее отбиваться от Харас ФС Плюс ты гораздо более становишься уязвим к какому-нибудь Фаст Т2 А тут реально был Фаст Т2 без первого барака даже Вот, поэтому первый подстроился, стал играть более дефенсно, как бы это правильно сказать Ну, ладно, аккуратнее, короче, стал играть Подстройка и со стороны Флая тоже присутствует, как видите Он, видимо, отказался от своего плана Ввиду действующие Мика Ой-ой-ой, опасный момент Придется, видимо, прожрать большой бутылёк Да, прожирает Вейв Вейв Блин Вейв Как в старые добрые времена Подрезается Опять Ополченцы Сразу отступают правильно Сейчас, правда, молоток может быть Минус еще один грунцер Вейв можно кинуть, нет? Хотя, ради чего? Ради коца не... Ох! Да, ради футмена, коца не ради рабочих Как же бодрит Вейв Смотрите, сразу вся армия побежала назад Минус футмен Ооо, сеточка еще на сорочку Блин, как в старые добрые времена Это вот, это реально классика АММК, ФСТЦ Сейчас еще одна сеточка будет, скорее всего На ААй Боится молоточек словить Ай-яй-яй-яй Ну, слишком далеко Рейдер Нет, он может еще кинуть сетку Дотянулся только до фута несчастного Да, чайник, вейв Это вообще классика жанра Так играли Не знаю 13 лет назад играли И тут все на микро Все на микро Хаурен Ой-ой-ой-ой Передай Нет, не хочет Все И не хочет отдавать А там есть вейв? Там есть мана на вейв Замазывается Такой вейв сейчас можно кинуть Сражаются за Мурлоков Каждый вообще юнит важен Каждый юнит важен Тут все настолько близко Забаланшено Проверено Хорошо Сеточка раз, сеточка два Уже и Таурен Таурен почти третий Одного убить Во-во-во-во-во Сейчас одну сорочку убить Второй вейв Да, выигрывает флай Третий Таурен Это уже реальная проблема Ох, какой вейв И по кастерам И по ополченцам 49 на 39 лимита Правда, все красное еще у флай Рейдер один упадет точно Так, подрезается еще приз Минус рейдер Еще минус рейдер Растырять здесь можно очень быстро армию Орде И можно даже не уйти Ой, окружает Таурена ТП передает Третий Таурен Третий Таурен Передай, передал старые добрые времена просто очень похоже очень похоже так 43 на 39 нормально по лимиту более менее но кстати уровень героев тоже сопоставим особенно после этого телепорта сейчас время есть правда хорошо что флай крепит собственно центральный центральный магазин свиток скорее всего взял и нейтральная такая точка которую делят сейчас можно спокойно вернуться докрепить своих мурлоков да самое самое главное что флай при этом частично но подрезал юнитов на вражеской половине то есть центральных подрезал и частично вот мурлоков на на половине врага это значит что вот сейчас они пассивно разбегаются по каждой по своей по своему углу крепится хотя чаймика вроде до магазина дошел купил свиток и дальше видимо пойдет вперед окей телепорт есть у чаймика он может себе позволить вот так вот бегать через всю карту пока криппинг идет крипит отдельно таурена ради второй ауры ну потому что там второй чайник скорее всего взяли мы да хотя прессов тут не так много волки волки могут нанести нормальный урон скорее всего там второй чайник связка чайник вейв ключевое на который ты должен свитком отвечать иначе никак четвертый таурен вторая аура плюс еще 10 процентов скорости перемещения и пятерочка скорости атаки первый волк все еще бегает стало быть дам сейчас новый свиток кстати магазине появился ночь началась за второй свиток надо надо сражаться и оба бегут в магазин блин как будто только-только информация о том что свиток появился ой коня 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 ловят тык в коня да какая разница чё чайник вейв так так же в коня и все сейчас вот будет 200 хитов да он понимает что лучше не доводить до греха на клэп минус спирит волкер ну а правда при статом подрезать успели вейвом и свиток достается флай он сейчас должен зайти и закупить таурену там или форсируем второй свиток он ждет у него денег пока не хватает а нет все уже купил ссори не увидел сразу инвиз и побежал нычку ставить и вообще флай нужно сейчас сражаться если он заметит куда я не понимаю куда побежали менты да за магазин там нет свитка уже чё чё он контестит собирается он может здесь и домой побежали не менее у флая все конечно получше герои повыше по уровню плюс один свиток хотя бы что-то они сидят оба линии на лимите 50 сейчас лучшее вложение это как раз в артефакт он чувствует что впереди переманенный волчок делает разведку грызет нычку вот пес да 45 кажется процентов а не 35 но первого волка все равно хватает или мы под инвизом там предпоследняя точка на карте собирается но сейчас чаймика должен выходить да он выходит из лимита и должен планировать атаку желательно взять второй свиток по пути в магазине возможно перекупить час свиток третий даже сейчас смотрим в инвентарь правый верхний угол телепорт купил серьезно разводить собирается просто на это ставка увидел элементарем короче харассит экспан это сигнал что нужно разводить побежал флай вообще таурен еще очень помогает как раз вот на разводах и мобильностью своей и готовностью сражаться после телепорта врага то есть а есть пилотч у нас да пилотч делается хорошо отступает когда человек телепортируется падает он же в куче весь и там такой у их может влететь так слева менты и подкрепа ой тут можно же просто да это классика жанра один только убежал из семерых кажется хорош клэп чайник надо телепортироваться это очень правильно сейчас делает флай фактически разменивает ману и хп ну правда рейдера потратил на реальные же на реальные на реальную экспу на юнитов врага это очень хорошо у чайника мало времени чтобы среагировать то есть он знает что экспант уже достраивается что ему нужно двигаться провоцировать флая на на сражение элементарь почти весь экспант смотрите господи тут от экспанда почти ничего не осталось 100 хп вместо полутора тысяч что-то вроде да и у флая уже и экспант есть и лимита больше нет тут тут явно флай контроль эту группа смотрим что будет финальном сражении это явно финальное сражение 2 свитка на 2 свитка инвизный маутон кинг клэп светок лечения наверное надо и в кастеров летать я не знаю почему сейчас стенка на стенку сражается флай нам нужны кастер вот чайник вэйв на такой себе у него два свитка скорости он не использует их а бьет маутон кингу там есть инвул там есть мана там есть свиток выходит но свиток юзает вовремя и сорочки не падают но им очень плохо перегруппироваться маутон кинг уже четвертого уровня падает один грунцер какой клэп какой клэп от чайми как снова влетает в кастеров и снова свиток ё-моё ой да ладно неужели продавит это не не клэп слишком жесткий клэп же поднимали там он так клэп и так стенка на стенку сражался жалко так красиво блин это какой удар по флаю он будет вспоминать здесь-то ладно более-менее ровная но на мой взгляд у флая было преимущество под конец он пытается сейчас подразвести чтобы выиграть время у него есть пилоч он может попытаться но здесь нички не работает по героям даже обогнал чаймика вот за эту ошибку на тэйси сейчас его карают ё-моё я тоже о клапе рассказывает опа можно парочку брейкеров подрезать так ну хотя 60 лимита на 50 я не знаю как здесь отбиваться как как ему за сюда уходить вообще ему нужно как-то разводить тянуть время и а там слоу а там молотки там клэпы он отсюда кажется просто не уйдет нет кажется не уйдет отсюда фс он пытается понизу понизу но мк уже идет аааа нет клэп минус рейдер аааа да конечно под сорочками форму прятаться это прикольно пятый архмаг минус грунцер еще один там нычка делается ну это ладно нычка нычка это мелочи ну там таурен вышел конечно у тебя x правда тоже не работает у него правда у него на руках косарик хорошо блин такой злой мк ему рейндж подняли кажется да и урон кажется подняли еще там была пара волн фиксов хороший баф потом немножко пофиксили но все равно он стал лучше значительно чем был до этого мк почти 5 это прямо проблема проблема добычи вообще никакой нет 4 4 на 5 почти 5 просто всю орду он вертел маутенкинг 5 мк подрезает роли флай щемится как может но мк штрафует слоу сетка это минус рейдер или минус то урен даже да а там есть ангул все ну да вейв чайник а толку он пытается передать передать форсир пытается ну получает молоток и клэп и форсир сам умирает гг пишем не сдается флай господи как барсик умер вы видели стремительно у него было где-то 60 процентов хп и он не пришел себя после грязь какая грязь и гоняет его слева справа на на молоток и справа еще подходит и слева обложили то урена нет 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 гг гг чемико фоллов муна в 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 во в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok